Микробная экология Микробная экология Разработана для выявления различных микроорганизмов, но здесь сразу нужно признать то, что мы не все микроорганизмы можем культивировать. Микроорганизмов, которые мы можем культивировать, гораздо меньше, чем их существует в природе. И по оценкам, по молекулярно-биологическим данным, оценкам по наличию ДНК, соответствующих последовательностей, мы знаем меньше, чем 1% от всех микроорганизмов, которые находятся в природе. Химические методы применяются так для обнаружения микроорганизмов. Это, например, определение липидного состава микроорганизмов. Липиды экстрагируют, их преобразуют в метиловые эфиры, затем с помощью хроматографов разгоняют эти метиловые эфиры. И, соответственно, есть база данных по соотношению этих метиловых эфиров, по их качественному и количественному составу с видовым разнообразием микроорганизмов. Есть даже методы, они не очень точные, но позволяют достаточно быстро определить наличие тех или иных микроорганизмов по этим самым метиловым эфирам жирных кислот. С помощью полимеразных цепных реакций и разработанных праймеров на отдельные гены можно определить даже количество микроорганизмов, которые несут тот или иной ген. Например, ген азотфиксации. Определение численности микроорганизмов проводят по прямому счету под микроскопом. Вы такой эксперимент делали, тест такой делали на практикуме, когда общее микробное число считается после окраски тем или иным красителем. Но вы при этом не знаете, какие микроорганизмы живые, какие из них мертвые. Это так называемый прямой счет. Крупные клетки можно посмотреть в камерах Тома или Горяева, можно даже подсчитать их количество. Но тоже здесь этот тест не дает ответа на вопрос, живые клетки или мертвые. На чашках можно провести подращивание микроорганизмов. Но здесь тоже следует учесть, что не все микроорганизмы будут у вас заведомо расти на чашках. Интересно отметить, что для морских микроорганизмов, например, когда австралийские ученые сдались себе целью подсчитать количество микроорганизмов, которые растут на обычных средах, которые применяются в микробиологии. Там граммы на литр, например, содержащие граммы на литр питательных веществ, глюкозы, дрожжевого экстракта, пептона. И разбавлены те же самые пробы, были высеяны на очень разбавленные. Такие же среды, но очень разбавленные, например, в сто раз, что приближается к концентрациям этих питательных веществ в открытом океане. Высевали морские пробы. Оказалось, что количество колоний, которые вырастают на разбавленных средах, в сто раз больше, чем на богатых средах. Поэтому здесь всегда нужно учитывать, какие микроорганизмы вы выявляете при прямом подсчете микроорганизмов в пробах при использовании стандартных сред. Можно применять технику флорицирующих антител. Это очень специфическая, очень точная техника для выявления микроорганизмов, которым вы эти антитела уже имеете. Например, если вам нужно определить, какое количество ваших известных вам микроорганизмов находится в той или иной пробе, вы делаете антитела к этим видам микроорганизмов, метите их флорицирующими красителями с помощью флоресцентных таких реакций антиген-антитела, вы выявляете количество микроорганизмов в той или иной пробы. И можно провести гибридизацию колоний. Например, если вы ищете какой-нибудь определенный ген, то в большом количестве колоний, которые вырастают на чашке, можно провести гибридизацию и пометить именно ту колонию, которая будет содержать тот самый ген. Определение микробной биомассы. Обычно микробную биомассу рассчитывают в граммах на литр. Причем граммы эти – это вес абсолютно сухой биомассы. Есть даже такая стандартная аббревиация – ААСБ – абсолютно сухая биомасса. Для разных микроорганизмов, естественно, количество клеток в этой массе будет разное, но зато можно сравнивать разные микроорганизмы друг с другом по этому параметру. Можно определять количество микроорганизмов быстрым очень способом по содержанию АТФ. Я уже как-то рассказывал про этот метод. Оказывается, что у всех живых микроорганизмов содержание АТФ примерно 10-3 моля на клетку. И поэтому это содержание можно с помощью люциферазного метода очень быстро и достаточно точно определить и рассчитать количество живых клеток в пробе. Можно определить содержание компонентов клеточных стенок, например, того же пептида гликана или липидов. Количество хлорофила для определения содержания фототрофных микроорганизмов можно определять по содержанию хлорофила. Концентрацию ДНК можно измерять, белок можно измерять, содержание липидов. Ну и применяют физиологические методы для определения концентрации микроорганизмов. Это, например, по скорости дыхания или по скорости выделения СО2. Количественная оценка метаболизма микроорганизмов тоже подвергается учету. И такую оценку можно провести в природных пробах без выделения чистых культур. Она основывается на определении гетеротрофного потенциала, например, какой-то экологической ниши. Задают меченые по С14 органический субстрат, чаще всего это глюкоза, и смотрят, с какой скоростью идет выделение меченого по С14 СО2. То есть с какой скоростью окисляется глюкоза в той или иной экониши до СО2. На основании этих расчетов дают оценку гетеротрофного потенциала той или иной экониши. Есть даже такие автоматические или полуавтоматические методы, когда несколько субстратов дают в пробы, вносят несколько субстратов, раздельные, естественно, и смотрят, какие субстраты потребляются за определенное время. Поэтому по показателю рассчитывают скорость метаболизма в данной экологической нише. Чаще всего такие пробы делают с почвенными образцами или с водными образцами. И смотрят, чем больше субстратов потребляется теми или иными образцами почвы, тем шире гетеротрофный потенциал этого участка, и тем, может быть, плодороднее почва. Рассчитывают процент дыхания. Процент дыхания рассчитывают по показателю. В числителе это процент СО2 из органического вещества, который включился в метаболизм, то есть включился в биомассу клеток, деленное на то же самое количество меченого СО2, которое выделилось в окружающую среду, и рассчитывают этот показатель в процентах. Соответственно, здесь учитывается, сколько энергии тратится на дыхание, и из этой энергии сколько идет на подращивание биомассы, а сколько идет на поддержание метаболизма, на поддержание клеток в живом состоянии без увеличения биомассы. Скорость микробной продукции того или иного экониши рассчитывают обычно по включению меченого тимедина по третью H3 тимедин, и этот тимедин включается в ДНК. Поэтому можно рассмотреть и рассчитать разную скорость прироста биомассы в разных эконишах, когда вы используете этот метод. Скорость фотосинтеза рассчитывают по включению меченой СО2. Обычно это С14-СО2, довольно устойчивый изотоп, который включается за счет фотосинтеза, включается в биомассу фототрофных микроорганизмов, и проводят так называемую световую и темновую пробы, с тем, чтобы различить скорость фотосинтеза от темновой фиксации СО2. Скорость дыхания определяет либо по поглощению кислорода, либо по выделению СО2. Ну и можно определять активность специфических ферментов или ферментных систем, например, по скорости фиксации атмосферного азота. Теперь мы перейдем к взаимоотношению микроорганизмов в экосистемах. Мы уже на прошлой лекции познакомились с такой системой оценки, нейтрализм, кооперация, конкуренция и так далее. Ноль плюс, плюс, минус. И сегодня мы рассмотрим некоторые вопросы, касающиеся симбиозов, которые существуют в мире микроорганизмов и которые существуют в взаимоотношениях микроорганизмов с другими организмами, с макроорганизмами. Значит, у некоторых микроорганизмов возникают довольно устойчивые такие симбиозы между фототрофами и сульфатредукторами. Многие фототрофные микроорганизмы, если не большинство из них, потребляют восстановленные серные соединения в качестве доноров электронов при фотосинтезе. А восстановленные серные соединения поставляются сульфатредукторами, в частности, сероводород. И вот возникают такие небольшие циклы, например, в замкнутых системах озер, когда микроорганизм, я так схематически нарисую микроорганизм, который является фототрофом, на него действует свет, он поглощает СО2. В результате функционирования того или иного цикла фиксации клеточная масса образуется. И, значит, этот, например, зеленый фототроф из рода хлоробиум вступает во взаимоотношение с микроорганизмом, который восстанавливает серовосстановитель. Значит, сера у нас окисляется фототрофом из H2S, а сульфатредуктор серу восстанавливает до сероводорода. Кроме того, сульфатредуктор окисляет ацетат, восстанавливает серу и образуется СО2. Это, например, десульфорамонос ацетаоксиденс. И вот такие вот устойчивые симбиозы, они возникают как в природе, так и в экспериментальных условиях, в условиях лабораторий можно довольно устойчиво поддерживать такой симбиоз из двух совершенно разных по метаболизму микроорганизмов. Это устойчивый симбиоз будет зависеть от света, поскольку участвует зеленый фототроф, и наличие восстановленных серных соединений. В учебнике приведен пример также такой устойчивой экосистемы уже. Это колонки Виноградского, где в качестве образующего вещества для получения, для возникновения в этой системе восстановленных соединений серы служит гипс. Это СО4-ионы, кальций СО4, они восстанавливаются сульфат-редукторами. Сульфат-редукторы получают органическое вещество в результате отмирания фототрофных микроорганизмов, которые развиваются по глубине этой самой колонны Виноградского. И получается такой самовоспроизводящийся симбиоз, поскольку сульфат-редукторы развиваются около дна, где самые восстановленные условия, они образуют сероводород, окисляя органическое вещество. Сероводород поднимается, как газ по колонне встречает несколько уровней, которые, если эту колонну держать в таком активном состоянии, на свету, поддерживать ее, то возникает несколько слоев фототрофных микроорганизмов, которые используют сероводород. Самый нижний слой, ближе всего к анаэробной зоне, это будут зеленые фототрофные бактерии, которые используют сероводород. Затем за ними будет красный слой аноксигенных, фототрофных, окрашенных, пурпурных бактерий. И в самом верху уже будет оксигенный слой водорослей и цианобактерий, которые служат, собственно говоря, самыми такими мощными продуцентами этой системы. Они образуют кислород, кислород дефундирует кверху, то есть верхняя часть колонны аэробная, нижняя анаэробная, и все это видно через прозрачные стенки этой экосистемы. Обычно это обычный стеклянный цилиндр для этого применяют, и там очень хорошо развиваются вот эти вот самые слои микроорганизмов. И все это можно объяснить за счет вот такого вот существования разных микроорганизмов в одной и той же экологической нише, на разных уровнях ее, с разными функциями. Значит, у фототрофных микроорганизмов и у сольфа-атредукторов возникают еще и более тесные кооперационные такие взаимоотношения, когда возникают тесные консорциумы и тесное физическое партнерство между сольфа-атредуктором и фототрофным микроорганизмом. Например, есть такие консорциумы, которые сольфа-атредуктор в центре, и вокруг него разного цвета, ну обычно один цвет на одной клетке сидит, фототрофные микроорганизмы. Их вот рисуют таким образом подвижный сольфа-атредуктор, и по периферии клетки на нем сидят фототрофы. Это вот один вид консорциума, который был назван хлорохроматиум агрегатум. Такие устойчивые консорциумы находят в неглубоких голландских каналах, где свет проникает до самого дна и постоянное снабжение морской водой, содержащей сульфат, поэтому там сульфат-редукторы развиваются. Ну и фототрофы тоже, значит, с ними. То же самое, значит, такого же по виду, да, есть хлорохроматиум глебулум. И в это пело, хроматиум розеум. Все эти три названия я поставил в кавычки, поскольку это неопределенный до конца консорциума микроорганизм, потому что фототрофный компонент из этих консорциумов выделяется в чистой культуре легко, а вот сульфат-редукторов не удается выделить. И, значит, зеленые микроорганизмы – это А, А и Б. А и Б – это зеленые фотосинтезирующие бактерии, А, А, В – это коричневые. Есть еще более сложные, значит, взаимно-таки консорциумы. Сюда перейду, значит, это пело-хроматиум розео-вериди. Вериди-е, вот так вот называется. Значит, консорциум состоит из сульфат-редуктора, вокруг него красные клетки, а вокруг красных клеток – зеленые клетки. Вот такой вот. В плане это выглядит таким же образом. Значит, подвижный сульфат-редуктор. Красные клетки и зеленые клетки сверху. Вы себя можете разными цветами это померить, раскрасить. И есть еще один симбиоз. Это, значит, это у нас будет Г, красные плюс зеленые фотосинтезирующие бактерии. И будет еще один, значит, симбиоз, состоящий из, значит, который называется хлороплана вакуалята. Выглядит он следующим образом. Вот такие вот клетки вытянутые сульфат-редукторов. А между ними очень плотно сидят клетки фотоотрофных зеленых бактерий. Зеленые фотосинтезирующие бактерии. Интересно отметить, что эти консорциумы общаются между собой, клетки этих консорциумов общаются между собой посредством химического общения. То есть они выделяют какие-то неизвестные пока химические вещества, которые позволяют им делиться синхронно. То есть когда делится сульфат-редуктор, вместе с ним делятся и все клетки, окружающие его фотоотрофных микроорганизмов. И поэтому вот такой вот устойчивый симбиоз, он сохраняется на протяжении большого количества времени. То есть они, клетки, не расходятся при делении. И количество фотоотрофного компонента всегда примерно одинаковое в расчете на клетки сульфат-редукторов. Можно привести еще примеры таких устойчивых симбиозов. Это, например, лишайники. Фейкобионты могут быть водоросли и цианобактерии, а грибы – это микобионты этих сообществ. И цианобактерии привносят в этот консорциум азотфиксацию, то есть они могут снабжать гриб продуктами фиксации атмосферного азота, то есть связанным азотом. А гриб защищает клетки фейкобионта от высыхания, снабжает минеральными веществами и служит такой механической защитой в плане прикрепления к поверхностям различных, и растительным поверхностям, и неживым поверхностям. Водный папоротник азола и цианобактерии – это тоже устойчивый симбиоз. В пазухах листьев водного папоротника азола селятся цианобактерии, которые фиксируют азот. Это представители анабена, гетероцистные азотофиксирующие микроорганизмы. Они фиксируют атмосферный азот и таким образом снабжают этот папоротник связанными источниками азота. Папоротник считается зеленым удобрением, его специально разводят на рисовых полях, и, соответственно, меньше нужно вносить на эти рисовые поля азотных удобрений. Еще можно назвать такие симбиозы, как чайный гриб. Чайный гриб – это устойчивое сообщество между уксусно-кислыми бактериями и дрожжами. Уксусно-кислые бактерии образуют такую строму, это так называемый эдификатор этого консорциума, а дрожжи поселяются в промежутках между нитями уксусно-кислых бактерий, уксусно-кислые бактерии – палочки, но они образуют такие длинные цепочки, и еще они образуют большое количество целлюлозы и полисахаридной слизи. И вот все это помогает дрожжам довольно быстро переходить от аэробного образа жизни к анаэробному. И здесь все время чередуются процессы, которые идут в аэробном диапазоне и в анаэробных областях этого симбиоза. Почему? Потому что дрожжи сбраживают сахар. Дрожжи сбраживают сахар, образуют спирт, этанол. И этот этанол окисляется уксусно-кислыми бактериями до СО2. Получается такая смесь между подслащенной водой, небольшим количеством этанола и небольшим количеством уксуса с СО2. И вот этот напиток довольно такой приятный, и он полюбился многим людям, и эти чайные грибы люди просто разводят у себя дома. Кефирные грибы – это тоже очень плотно сконцентрированный консорциум микроорганизмов. Иногда до 20-25 видов различных молочно-кислых бактерий участвуют в образовании этого консорциума. И несколько видов дрожжей. Дрожжи специфические, так называемые кефирные дрожжи, которые приспособились использовать молочный сахар лактозу, что, в общем-то, для обычных дрожжей это необычное свойство. Лактоза потребляется, кроме того, еще и молочно-кислыми бактериями. Они там есть в этом консорциуме. И гомоферментативные и гетероферментативные молочно-кислые бактерии. Гомоферментативные образуют молочную кислоту на 95% от количества сброженного сахара. А гетероферментативные образуют половину углерода идет на образование молочной кислоты, а половина углерода преобразуется в СО2, уксусную кислоту или этанол. Дрожжи образуют этанол при своем сбраживании лактозы. И таким образом в напитке, в кефире, в готовом напитке, содержится и молочная кислота, и уксусная кислота, и этанол, и СО2. В общем-то, все вместе. И кроме того, этот напиток является очень мощным пробиотическим средством. В санаториях обычная практика – это прописывание стакана кефира на ночь всем пациентам. И это обязательная процедура, поскольку это нормализует работу кишечника и является таким естественным, природным источником пробиотических культур, которые полезны для нашего с вами пищеварения. Я уже говорил как-то о паразитических таких взаимоотношениях, их нельзя назвать симбиозами, но паразитические взаимоотношения тоже существуют в природных экосистемах, когда, например, бактерии из рода Бделла-Вибрио нападают на граммоотрицательные микроорганизмы. Они развиваются в переплазматическом пространстве, эти граммоотрицательных микроорганизмов, высасывая содержимое для собственного питания из цитоплазмы через цитоплазматическую мембрану, развиваются там и после отмирания клетки граммоотрицательных бактерий выходят на поиски новых жертв. А более-таки интересные и хорошо изученные симбиозы между, например, кальмарами и светящимися бактериями и взаимоотношения, которые складываются в муравейниках, которые культивируют грибные сады, так называемые, для питания личинок, для белкового питания личинок, они были сделаны по… То есть вначале было сделано наблюдение за тем, что некоторые муравьи из рода Атта, это муравьи-листорезы, культивируют внутри муравейников специальные, они были названы грибные сады. То есть муравьи приносят в муравейник листья собранные, их разрезают жевалами на мелкие кусочки, таким образом резко увеличивая поверхность этих самых листьев и заселяют их специально подобранными, специально культивируемыми грибами. Оказалось, что муравьи, их разделили на несколько групп, и муравьи из так называемой низшей агросистемы культивируют грибы, которые просто возникают из природы, которые, так сказать, они приносят с фонтана в муравейник. А муравьи из высшей агросистемы, они передают эти грибы вертикально потомству. Значит, как устроен грибной сад? Муравейник покрывает этот грибной сад сверху от атмосферных осадков. Муравьи распределяют грибы, грибницу по поверхности листьев. Грибы растут, образуют белковую биомассу. Эта белковая биомасса служит кормом подрастающим личинкам муравьев. Муравьи следят за ростом грибов, грибного сада, как он был назван. В жаркий период они начинают вентилировать этот сад с тем, чтобы не допускать перегрева. Во влажный период они укрывают, когда дождь идет от попадания влаги. Перепревшие листья, переработанные листья грибами, они из муравейника удаляют. То есть они следят за чистотой этого самого сада. И некоторые виды муравьев просто сбрасывают вниз муравейника. Другие виды муравьев выносят эти переработанные листья за пределы муравейника. Отправляясь в брачный полет, самка или, как ее называют, queen, королева или царица муравьиная, значит, она ищет место для нового муравейника. И у нее в специальном мешке возле ротового отверстия есть часть грибницы этого самого будущего сада. Это для тех муравьев, которые передают эту грибницу вертикально. Кроме того, на кутикуле у нее есть специальные актиномицеты для выработки антибиотика. Дальше я расскажу, зачем это делается. Значит, при закладке нового муравейника вначале вот эта вот самка начинает сама культировать этот самый грибной сад. После того, как появляются рабочие муравьи, она передает им обязанности по уходу за грибным садом, и все это воспроизводится. Но по законам экологическим не бывает, что какие-то развиваются виды, и они бы не имели врагов в экосистеме. Враги есть и у грибных садов. И это специальные грибы, которые поражают вот эти вот культивируемые грибы сада. Но у самки и у муравьев есть защита. Есть актиномицет, который вырабатывает противогрибной антибиотик. И с появлением вот этого гриба-паразита на саде этот антибиотик начинает действовать, и в конце концов сад вылечивается. Причем это тоже активный процесс. Обычно на кутикуле муравьев за головой есть специальное место, где вот эти вот актиномицеты в виде такого сероватого налета существуют все время. Но если экспериментально были поставлены такие эксперименты, что искусственно вносили вот этот вот грибной паразит сада в развитый сад, и тогда через 2-3 дня все муравьи, рабочие муравьи, которые ухаживали за садом, специальным образом размножали этот самый актиномицет и как бы его переносили на те места, которые поражены грибом-паразитом. Причем размножали они до такой степени, что вся кутикула сверху была покрыта этим актиномицетом. Было доказано, что с помощью специальных гланд выделяется вещество, которое стимулирует рост этого самого актиномицета. Поэтому вот такая вот очень сложная система взаимоотношений между грибом-производителем, который специально выращивают в этом саде, и грибом-паразитом, и есть система защиты против гриба-паразита, она эволюционно возникла, и возникла она в течение очень длительного времени, то есть длительное время она существует уже, возникла очень давно, и молекулярно-биологические исследования по конкурентности вот этих вот самых генов, муравьев, грибов-производителей и актиномицета, они показывают, что они развивались очень долго в этом самом симбиозе, и, соответственно, они являются примером такого очень длительного симбиоза. Еще один пример довольно хорошо изученного симбиоза между животными и бактериями изучен на небольшом гавайском кальмаре, который называют Bobtail eoprimus scolopus. Это ночной хищник, маленький, до 4 сантиметров в длину кальмар, и он развивает у себя симбиоз со светящимися бактериями морскими, али вибрио-фишери. Нет, али... два и... али вибрио-фишери — это светящийся морской организм из фотобактерий, так называемых. Значит, кальмар является ночным хищником, и в лунные ночи, которые очень часто встречаются, значит, в морях, он проплывает на небольшой глубине, а хищники снизу смотрят на его тень, хватают и, так сказать, питаются таким образом этими кальмарами. Так вот, с тем, чтобы снизить эффект от тени на фоне, значит, звездного и лунного неба, кальмар отбрасывает свет. Специальным светящимся органам он отбрасывает свет. И таким образом тень становится менее заметной, и шансы на выживание выше. Когда... Причем этот кальмар, когда он вылупляется из яйца, он является стерильным, в его организме нет светящихся бактерий, и этот симбиоз возникает каждый раз заново, то есть это не вертикальный перенос этой самой системы по поколениям. После того, как, значит, кальмар вышел в открытое море, он начинает собирать светящиеся бактерии, которые просто плавают, это морские обитания, обитатели, но только один вид из множества светящихся бактерий, которые находятся в морской воде, способен колонизировать кальмара. Причины этого неизвестны пока, но ученые работают над расшифровкой этой системы. Значит, когда кальмар ищет партнеров вот этих вот светящихся бактерий, он выбирает среди них только тех, которые являются подвижными и светящимися. Это было доказано на специальных опытах в лаборатории. Несветящиеся подвижные клетки не колонизируют, этого же самого вида не колонизируют кальмара, и, соответственно, подвижные несветящиеся не колонизируют, и неподвижные светящиеся тоже не колонизируют. То есть это активный такой процесс. У него есть специальные, значит, канальцы, которые подходят к светящемуся органу. Туда попадают подвижные микроорганизмы, и кальмар начинает как бы всасывать воду морскую с частотой примерно 20 импульсов в минуту, и каждый импульс засасывает примерно по 20 микролитров воды. Бактерии попадают внутрь светящегося органа, колонизируют его, то есть образуют биопленку, сбрасывают жгутики и начинают развивать в себе систему свечения, которая подвержена так называемому кворум-сенсингу. Концентрация бактерий увеличивается, увеличивается количество специальных химических веществ, которые эти микроорганизмы выделяют в окружающую среду, и в микроокружении этот кворум-сенсинг наступает, и в ответ на это клетки увеличивают свою люминесцентную активность. До тысячи раз увеличивается люминесцентная активность каждой клетки, и светящийся орган начинает интенсивно светиться в течение ночи. Значит, это все происходит во второй половине дня, к ночи, значит, все готово, а в ответ на колонизацию этими самыми бактериями кальмары выделяют специальную слизь мукоидную, которая и питает вот эти вот самые светящиеся клетки. Значит, орган начинает светиться, работает с наступлением рассвета, с тем, чтобы, наверное, не кормить задаром эти клетки, кальмар начинает активно их выбрасывать из светящегося органа. Таким образом, он способствует распространению активной популяции светящихся бактерий в морских водах, и это для светящихся бактерий это плюс, это положительный эффект, поскольку они могут завоевывать все новые и новые места обитания. Для кальмара, значит, положительным эффектом от этого симбиоза является свечение и предохранение от хищников. Поэтому вот этот симбиоз кальмара и светящихся бактерий, он показывает, каким образом может возникать устойчивый такой симбиоз, причем активный, с микроорганизмами кальмара и и светящихся бактерий, морских светящихся бактерий. Так, ну можно еще несколько примеров проводить, но приводить, но вы в книжке их прочитаете лучше, поскольку у нас времени не так много. А сейчас мы переходим к последнему разделу в наших лекциях, это биотехнология микроорганизмов. Биотехнология микроорганизмов, как наука, возникла спонтанно, очень давно, еще больше чем 6 тысяч лет назад, люди уже применяли биотехнологические приемы для сохранения пищи, для производства новых пищевых продуктов с использованием микроорганизмов. К этим продуктам можно отнести выпечку хлеба с использованием дрожжей и молочнокислых бактерий для изготовления заквасок для выпечки хлеба на Руси. Издавна применяли молочнокислые закваски для производства ржаного хлеба из ржаной муки. То есть там дрожжи участвовали и молочнокислые бактерии, которые образовывали молочную кислоту. Приготовление вина, пива, сыра, сквашенных молочных продуктов это все традиционные биотехнологические производства, которые возникли очень давно, некоторые больше 6 тысяч лет назад. на Руси мед собирали и получали напитки из меда, специальные люди, бортники, которые ходили по лесам и дикий мед такой вот собирали. Ну, начнем рассмотрение этих производств с приготовления пива. При приготовлении пива нужно нужна основа, нужно приготовить сусло, пивное сусло. Оно готовится специальным образом из солода, который в специальных солодовнях готовится. Солод готовят проращиванием ячменного зерна определенных сортов, так называемый шестирядный ячмень, проращивают во влажных камерах, во влажных условиях, тонким слоем насыпает, увлажняет и зерно начинает проращивать. И вот когда росточек зерна прокленувшегося достигает 2-4 миллиметров, проращивание останавливает, на этой стадии активируется в самом таком активном состоянии находятся ферменты, которые нужны для осахаривания крахмала ячменя. Значит, солод отбивают ростки, солод сушат, его сушат при разных температурах и при этом получается солод разного цвета, более темный, светлый, и что в конце концов попадает этот цвет потом в пиво и пиво тоже становится более-менее закрашенное из этого солода. Солод добавляет количество 15% к другой части ячменя, производит затирку, размол, собственно говоря, на небольшие кусочки, но не в пыль. размалывают ячмень и начинается варка сусла. Сусла выдерживают при температуре в начале 53 градуса, при этом работает фермент альфа-амилаза из солода, который расщепляет крахмал ячменя на большие фрагменты, которые называются декстринами. Затем температуру повышают до 63 градусов, при этом при этой температуре оптимально работает фермент глюка-амилаза, который отщепляет глюкозные остатки от декстринов с концов этих молекул и сусла насыщается свободной глюкозой, которая потом будет сбраживаться дрожжами. на определенной стадии процесс останавливают кипячением, при этом добавляют в сусла еще и цветки хмеля, кстати, хмель начали добавлять в пиво сравнительно недавно, в 15-м столетии немецкие монахи в монастырях научились цветки хмеля с их уникальными экстрагируемыми веществами добавлять в пиво и это понравилось потребителям и пиво стало более стойким при хранении, потому что вот эти вот эфирные масла цветков, они придают устойчивость к готовому пиву. Кстати, английские ученые когда-то провели такой эксперимент, это опубликовано было даже в одной из микробиологических журналов, они добавляли в готовое пиво, в продажное пиво, они добавляли эшерихи коли, значит, количество 10 в пятой степени клеток на миллилитр и смотрели, что же происходит с эшерихи коли. И на третьи сутки количество клеток эшерихи коли превращалось в ноль, то есть вся эшерихи коли в этом самом готовом пиве погибала вследствие действия именно этих экстрактивных веществ хмеля. Затем пиво сусло охлаждают, значит, остаток этого процесса, пивная барда так называемая идет идет на корм скоту, а сусло осветленное поступает в чаны для брожения. Брожение идет по двум схемам. Первая схема это так называемое лагерное пиво и его сбраживают при температуре от 8 до 10 градусов в течение недели. в среднем получается 8-10 дней и это так называемое медленное брожение, которое проходит с помощью чистых культур так называемых лагерных низовых дрожжей. Пиво английских сортов L оно сбраживается при температуре от 20 до 23 градусов с помощью так называемых верховых дрожжей и оно по своей консистенции оно более крепкое, то есть изначально в пиво закладывают, в сусло закладывают большее количество сахаров для сбраживания. Вот это вот соотношение между сахарами и декстринами оно очень важно для качества готового напитка, поскольку если будет слишком много сахаров и мало декстринов, то пиво будет слишком крепкое и не такое вкусное, дегустаторы называют это полнота пива, то есть вкус его не будет полным. и если будет соответственно много декстринов, то будет обратный эффект, пиво не будет таким вкусным. Поэтому это соотношение между декстринами и сахарами это очень важно, пивовары это знают и раньше качество пива проверяли по такому простому тесту человек в кожаных шортах садился на табуретку облитую пивом. Если через 20 минут сидения он вставал и табуретка не отлипала от его кожаных шорт или штанов, пиво было хорошим. А если она сваливалась, то пиво выливали просто. Оно признавалось некачественным и его выливали. Значит, пиво далее уже сброженное сусло поступает на выдержку и вначале выдерживают пиво в так называемых лагерных танках. Лагерные танки это очень большие цистерны. Представьте себе две железнодорожные цистерны для перевозки нефти или каких-то таких продуктов, нефтепродуктов. Их сваривают вместе, получается вот такой 80-тонный лагерный танк. Лагерные танки обычно держат под землей, где температура в течение года не меняется, остается примерно одинаковой. Когда-то у нас были лекции по промышленной микробиологии, в конце этих лекций нас водили на пивоваренный завод, который тогда был возле гостиницы «Украина», Бадаевский завод. И там нас водили в эти самые лагерные хранилища, где вот эти танки стояли просто в огромном количестве. И все это хранилище было под Москвой рекой, под дном Москвы реки. То есть там выкопаны такие подвалы, по которым даже машины могут ездить, широкие улицы. И по бокам стоят эти лагерные танки на протяжении очень длинного пути. В этих лагерных танках пиво выдерживается для дешевых сортов пива от 7 до 10 дней, для дорогих сортов пива до 40 дней. Затем пиво поступает на розлив и его под тем же самым давлением, которое в лагерных танках при хранении, поскольку там брожение дрожжей не совсем прекратилось, поэтому там количество СО2 с помощью такого медленного брожения все-таки увеличивается, давление повышается и растворимость этого самого СО2 в самом позволяет фильтровать пиво, фильтруют через слои или бумаги, или картона, или через ткань, несколько слоев ткани, и соответственно такое фильтрованное пиво, оно уже разливается в стерильную тару, в стеклянную или в пластику, как у нас, и поступает на продажу. Все современные технологии пивного производства допускают и, в общем-то, грешат этим, они добавляют еще консерванты, бензойную кислоту в основном с тем, чтобы пиво долго стояло и не портилось. Соответственно пиво бывает темное, светлое и крепкие сорта типа эля, вообще сортов пива в мире, конечно, огромное количество, в одной Бельгии там количество сортов достигает чуть ли не 400, и каждый, в общем-то, хвалит свое пиво, к которым он привык. Когда-то я, будучи на стажировке в Великобритании, у местных аспирантов поинтересовался, а какое самое крепкое пиво? Обычно пиво бывает от 4% объемных алкоголя до 6%, вот это такое среднее. Они долго искали его и, значит, нашли. Говорят, да, есть такое, значит, в Англии выпускается пиво с содержанием алкоголя 12%. Это Ворингтон White Shield, такое пиво, которое, значит, выпускают в специальных бутылках под корковой пробкой, и она укупоривается с помощью уздечки такой металлической, и его продают в специальных барах только, потому что бармен должен уметь открыть эту бутылку с тем, чтобы дрожжи, которые там на, значит, пробки собираются, а перевозят это пиво пробкой вниз, значит, бармен должен в один бокал открыть и сбросить под давление, значит, осадок этот дрожжевой, а затем уже в чистый бокал налить это пиво. То есть, это, даже открытие этого пива, это специальный процесс. Теперь вино. Вина бывают белые, красные, розовые, ну и специальные, так называемые, хересные вина, шампанские, значит, их готовят по разным технологиям. Значит, для белых и вин, виноград берут белых сортов, соответственно, его, значит, давят и могут сбраживать или сок виноградный, или виноград прям с мякотью для разных сортов вина. Красные вина, значит, сбраживают в присутствии мякоти красных сортов винограда, а розовые вина делают из сока красного винограда, то есть, мякоть в брожении не участвует. значит, готовят так называемое так называемое сусло, винное сусло, и его забраживают или спонтанными расами дрожжей, как принято было на протяжении многих столетий, либо сейчас все больше виноделов используют специальные сорта дрожжей, они стерилизуют вначале, даже не стерилизуют, а пастеризуют сусло после приготовления из ягод винограда, и затем заражают уже чистой культурой дрожжей, которые в той или иной винарне применяют. Дальше происходит сбраживание, сбраживание обычно ведут при температурах около 10-12 градусов, и в течение долгого периода до месяца идет брожение, затем вино с осадка сливают, и вот это вино считается молодым, незрелым, его, конечно, можно и сразу пить, и есть даже специальный праздник Божоле во Франции, где, по-моему, во вторую пятницу ноября месяца разрешено продавать и употреблять вот это вот такое незрелое вино нового урожая. Такие же праздники есть в винодельческих странах типа Грузии. но это вино считается не очень качественным, молодое, и его нужно выдерживать. Выдержка вина осуществляется в бочках, обычные дубовые бочки, и выдержка вина идет в течение ну минимум года, а вообще говоря, лучше, если больше трех лет вино выдерживается, и тогда оно приобретает свойственный ему вкус, букет, и считается более качественным. Значит, белые и красные вина, они различаются по своему качеству, и соответственно, они по-разному могут храниться. белое вино хранится до 60 лет, а красное вино может храниться до 150 лет, что потом с вином происходит. А дальше вина, это вот винодельческие термины, они стареют и умирают. Значит, есть болезни вина, так называемые, ну, самое распространенное попадание кислорода, соответственно, уксусные кислые бактерии начинают развиваться в вине, вино просто скисает. Его можно переработать на винный уксус и не потерять таким образом виноматериал, вот, а можно поступить так, как порекомендовал в свое время пастер виноделом из города Лиля, его, значит, родного города, он вино, которое начинает портиться, закисать, порекомендовал пастеризовать, то есть нагревать до 80 градусов герметичной таре, тем, чтобы не вылетел спирт, и таким образом можно вино спасти. Этот процесс называется пастеризацией. Кроме того, виноматериалей, в готовых винах могут поселиться микроорганизмы, которые образуют полисахариды, они вызывают так называемое ослезнение вина, и это тоже приводит к потере качества. И некоторые микроорганизмы поселяются специфически, которые образуют так называемый мышиный привкус в вине. Тоже, значит, это порча вина. Теперь, значит, игристые вина, шампанское вино, шампанские вина образуют естественное повышенное давление за счет образования СО2 внутри бутылки, и таким образом, значит, это вино выдерживается и продается. Есть еще жемчужные вина, которые тоже, значит, образуют давление, но меньше, чем у шампанских вин, и их запрещено разливать в шампанские бутылки с тем, чтобы не было фальсификации. И так называемые шипучие вина просто их насыщают СО2 искусственным образом, и вот они называются шипучие. Процесс шампанизации вина проходит до трех лет. Например, в винодельческом заводе Абрао-Дюрсо там готовят шампанское, выдержанное больше трех лет в бутылках. Значит, по остаточному сахару шампанское делится на такие категории. Брюд, это абсолютно сухое, дальше сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. Во всем мире продают только сухое и брюд. Шампанское у нас еще продают и полусухое, и полусладкое. У нас почему-то популярны эти сорта шампанских вин. По выдержке шампанское делится на или даже это не шампанское, а просто вина с игристые. Без выдержки, выдержанные больше шести месяцев и коллекционные больше чем два года выдержки. При изготовлении шампанского, настоящего шампанское, которое, так сказать, в бутылках, это очень дорогостоящий и трудоемкий процесс, проводят так называемую выдержка кюве. Здесь есть французские термины такие, бутылки для шампанизации вина закладывают на хранение, укупоривают пробкой с уздечкой металлической и в течение трех лет перекидывают эту бутылку каждые три месяца на 30 градусов сводят осадок дрожжей, которые образуются при дображивании на пробку. Затем этот процесс сведения на пробку называется ремюаж. Дальше начинается процесс после того, как этот самый осадок дрожжей на пробке называется процесс дегоржаж. это сбрасывание осадка. Опытными руками быстро открывают бутылку, давление выбрасывает осадок дрожжей, новый, значит, доливают небольшое количество ликера сахарного, значит, закрывают новой шампанской пробкой и надевают уздечкой, которая называется мюзле. и дальше бутылка уже хранится без дрожжей, но под давлением все равно и таким образом выдержка доходит до трех лет. В России был, даже в Советском Союзе был разработан быстрый резервуарный способ приготовления шампанского. Значит, в сосудах под давлением в ферментерах сбраживали виноматериал, насыщали СО2, затем фильтровали от дрожжей и под давлением же разливали в бутылки. Значит, это вот один способ и был даже этот же способ преобразован потом в непрерывный способ приготовления и розлива. О качестве этого процесса свидетельствует то, что в свое время Франция закупила патент и лицензию на производство такого вот дешевого, быстрого шампанского. Дешевые сорта шампанских, типа шампанских вин существуют во всех странах, они есть и в Германии, и в Италии, и у нас в стране есть. Есть коллекционные сорта шампанского, которые очень дорогие, вследствие того, что я рассказал, что это очень длительный и трудоемкий способ, а есть дешевые резервуарные сорта, которые доступны любым людям. Значит, впервые вино типа шампанского в России было произведено в середине 17 века, примерно в то же время, как во Франции, на Дону. До сих пор это вино выпускается, называется цемлянское. В Италии есть игристые вина типа спуманты, значит, в Германии сект, это все типа шампанских таких вот вин, но более дешевые. Значит, специализированные вина или специальные вина есть, они делятся на ароматизированные, десертные, крепленные, сюда относятся Кагор, Мадера, Малага, Херес, Марсала, Портвейн, Вермут, значит, Хересное, интересное производство Хересных вин. По-видимому, вот эти вот вина возникли в свое время, когда в эпоху так называемых больших географических открытий, когда корабли в течение долгого времени находились в плавании, обычно это жаркие моря были, и вода, которую моряки брали с собой в плавании, она очень быстро становилась непригодной для питья, затухала, и моряки брали вино, обычно бочки с вином стояли на палубе, и, соответственно, вот эта вот качка, высокая температура приводила к тому, что на поверхности развивались микроорганизмы, и, видимо, когда-то так случилось, что развелись вот эти так называемые хересные дрожжи, которые покрывают поверхность бочки, такой вот полунаполненной, толстым слоем, и не позволяют кислороду проникнуть внутрь виноматериала, соответственно, они растут, образуют специфический очень аромат, вкус, и это понравилось людям, и с тех пор вот такой вот процесс приготовления хересных вин, он существует раз, два раза в год по одной трети, значит, бочки спускают, это уже, так сказать, готовое хересное вино, и доливают новым виноматериалом, бочки стоят на открытом солнце, в теплых странах производится хересное вино, кстати, в Крыму очень неплохие хересные вина производят, портвейн, это крепленное вино, которое добавляют карамели, специальным образом приготовленный сахар, и выдерживают тоже в дубовых бочках больше трех лет, получается такой специфический очень вкус, но при выдерживании в дубовых бочках часть спирта испаряется через капилляры этих самых древесных пластинок бочки, вот, и виноделы называют это, то есть они даже подсчитали сколько, до 15 процентов спирта испаряется в течение трех лет, и виноделы говорят, что это доля ангелов. сахар подсчитали сахар и подсчитали Продолжение следует...